Для того, чтобы жизнь не была рутиной, нужно искать в ней интересные моменты или создавать их самим. Как это сделали активистки Горецкой организации Красного Креста. Инициативная группа «Новошаг» идет по экологической тропе бодрой скандинавской ходьбой. Дышит свежим воздухом, укрепляет здоровье и осматривает красоты Горецкого края. Движение жизни, и они двигают в массы здоровый образ жизни. Мы находимся на первой остановке экологической тропы «Красота Горецкого края». Пункт здоровья Красного Креста прямо в амфитеатре в Горецком академгородке. На прогулки здесь собираются по расписанию. Всем желающим выдадут палки для скандинавской ходьбы и даже проверят артериальное давление. Почему мы ходим по этой тропе? Ну, чтобы быть здоровыми обязательно. Ну и чтобы наслаждаться красотами нашего края. Создание экологической тропы финансировали партнеры из швейцарского Красного Креста. И за время существования проекта к оздоровительным прогулкам удалось привлечь в горках почти две сотни людей. В группе, которая идет по тропе, только женщины старшего возраста. Но вечером после рабочего дня к ним присоединяются и молодые люди. Очень часто это дети и внуки активисток. И женщины не теряют надежды привлечь к скандинавской ходьбе и своих мужей. Ну, когда вот походишь, приходишь домой, сразу настроение такое бодрое. Сразу смотришь на себя в зеркало, какая красивая. Потому что, ну, правда, как-то это самые щечки розовые. И настроение пообщаешься очень хорошо. Вторая и самая красивая остановка на экотропе – ботанический сад. Теперь он в снегах, но хвойные деревья и белки создают настроение. Позитивный и здоровый образ жизни может заменить много лекарственных средств. Это постоянно утром стало с хорошим, добрым настроением. Подарило это хорошее, доброе настроение всем окружающим людям, своим близким, домочадцам, соседям, на работе. И поэтому день у человека задается. И в течение всего дня человек чувствует себя бодрым, активным. Приходит вечером не такой уже уставший. Ну, и, в общем-то, проливает свою драгоценную жизнь. Замечательно, хорошо. Улыбаемся. Десять тысяч шагов в день. Таков ориентир инициативы движения жизни. И дыхательная гимнастика на набережной Нижнего озера – еще одна остановка на экотропе. И четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и восемь, и восемь. Скандинавская ходьба теперь популярна на Могилевщине. Особенно ее любят люди старшего возраста. С опорой на палки ходить проще. Уменьшается давление на колени и позвоночник. Вместе с этим скандинавская ходьба тренирует 90% мышц тела и почти в половину больше сжигает калорий, чем ходьба обычная. Не тяжело? Нет. Хотя мне уже 70 лет. Палки помогают жить. Так что весело, хорошо, бодро. Ну и надо же худеть, начинать. Я так думаю. Конечная точка следования по экологической тропе – хата-музей в усадьбе Родовое гнездо. В доме приветливо горит огонь в печи, этно-стиль и старые вещи вокруг. Играет патефон. А немного уставший новошаг согревается чаем с малиной из старинного самовара. Играет патефон.